Китайские археологи совместно с сотрудниками Комитета по культуре, телерадиовещанию и туризму уезда Жаохэ обнаружили в деревне Чаншен, недалеко от границы с Хабаровским краем России, место дислокации северо-восточной антияпонской объединенной армии. Как сообщается, в ходе раскопок на одной из сопок в трех километрах на юго-запад от деревни Чаншен, группа специалистов на днях нашла ружье, а также гильзы от патронов, гвозди и остатки конечностей. Археологи также нашли 27 землянок. Ранее, осенью 2020 года, специалисты уже приходили в деревню и нашли 18 землянок с разными предметами, которые датируются периодом войны против японских оккупантов. Проконсультировавшись с архивами, археологи установили, что военный лагерь северо-восточной антияпонской объединенной армии здесь дислоцировался в 1933 году и предназначался он для проведения тренировок. Тут был вырыт глубокий колодец. Это привлекло наше внимание. Мы обратились к историкам, и они нашли подтверждение в воспоминаниях командира 7-й дивизии северо-восточной антияпонской объединенной армии Янхуньи о том, что был приказ главного штаба о создании в районе этой деревни тренировочного лагеря. В настоящее время археологи работают с вырытыми из земли предметами. Отмечается, что архивных материалов, указывающих на существование этого тренировочного лагеря, почти нет, поскольку он считался секретным. В 1932 году, после образования маринеточного государства Манчжоуго, часть территории нынешнего уезда Жаухе была оккупирована японскими войсками.